Халё-халё! Сегодня выходной, и я отправилась в Абервайр. Это район Фризенхайма. Здесь горная местность. Если получится, покажу квартиру, которую получили украинские. Вокруг горы. Чистый воздух. Небольшой парк. И небо серое, затянуто облаками. Здесь есть улочная зона, даже курочки, курятник. Атлара находится на расстоянии 7 километров. Привет, немецкий петух и курочка. За сеткой здесь. И здесь, наверное, несут яйца курочки. А рядом дом, где можно купить фермерские яйца. Как-то так, наверное. Можно сесть и подождать, пока курочка снесёт яйцо. Курятник. И остановка. Где я сейчас нахожусь, есть остановка. Называется Oberweier M-Maus. И расписание автобусов 104-х маршрут R1, R2. R1 – это короткий. Если ты с этой остановки садись на 104-й маршрут, то 12.49 здесь и в 12.58 ты в ларе на шлюселе. А R2, который заезжает во все деревни. И если ты сядешь здесь в 13.19 в ларе на шлюселе, ты будешь в 14. То есть 40 минут. И в Германии расписание понедельник, монтаг, фрайтах, понедельник, пятница одно. Часто ходят автобусы. В субботу, замстах, другое расписание. Реже ходят. А зонтах в воскресенье вообще не ходят. Семейный день. Растениям здесь хорошо, так как теплый мягкий климат. Вот перезимованные кустарники с листочками, с какими-то ягодками. А эти веточки без листочков. Ну ничего, уже почечки набухают. Скоро будет все зелено. Сегодня это плюс 13, плюс 14. Когда выходной, выбираю свободное время и брожу по окрестностям. Ну что, покажу вам быстренько, какую квартиру получила украинская семья Германии. Ну, вернее, не получила, а сняли, но оплачивает джоб-центр. Вот входная дверь, теплые полы, что большой плюс. Квартира 50 квадратов. Есть двуспальная огромная кровать. Две тумбочки. Все стены здесь, в Германии, при сдаче квартир выкрашены в белый цвет. Исполнитый выход на мини-террасу. Терраса обложена вот такими камнями. Можно поставить зонтик, столик, качелю и грильницу. Вот так все обустроится, будет замечательно. Также здесь стоит тумба для телевизора. Вот такие вместительные полочки есть. Также здесь стол. Надо будет приобрести потом стулья, телевизор. Вот такой шкаф на первое время. Замечательно. Вот еще тумба. Наверное, для обуви. Вот здесь вот сразу ванная. Довольно-таки большая. Тоже в белом цвете. Плитка. Умывальник, зеркало. Теплый пол. Большой плюс. На полу серая плитка. Ванна. Ванна. Счетчики. Работает вытяжка. Семья заедет, обживется, обустроят, докупят недостающих предметов мебели. И будут очень благодарны этой стране. Ой, еще кухня. Что же еще кухня? Вот такая кухня. Мебель встроенная уже сразу в наличии. Есть микроволновка, вытяжка, печка с духовкой. Очень много шкафчиков. Посудомоечная машина. Вместительные шкафы наверху. А так же внизу. Заполнится все по усмотрению жильцов. Такой холодильник. Наверху еще один шкафчик. И мягкий уголок. Два стула и стол. Все, что надо для жилья, для проживания. На полу плитка. Ну, как-то так. Так что семья очень благодарна за квартиру, которую им предоставили русские немцы. А еще они рассказали, что здесь для каждой квартиры предусмотрена кладовка. Вот такие мини-отсеки, в которых находятся полочки. Которые можно занять тем, что не нужно в квартире. Чемоданы, коляски, игрушки, санки. Постирочная вынесена в отдельную комнату. И у каждой семьи есть своя машинка. И вот я в лифте. А вам хорошего дня. Чус!